Всем привет дорогие друзья, ну что ребята, сегодня у нас на обзоре игра под названием SketchNighton. В этой, ребята, игре мы будем создавать как бы свою игру в вертикальном положении, это очень круто. Также давайте кратенько расскажу вам об этой игре. Она весит очень мало и здесь игры можно создавать без интернета, то что очень круто. Но если вы, ребята, создадите уровень, то можно, в принципе, с ним поделиться и другие игроки будут играть ваш уровень. Это, ребята, очень круто, ну а теперь давайте разбираться с этой игрой более подробно. Я также, ребята, здесь я создал три игрушки, давайте посмотрим на них и потом мы уже вместе с вами будем создавать что-то новое. Например, ребята, вот платформер, здесь я, получается, рисовал человечка сам, рисовал фон сам, а вот, ребята, эти кирпичики уже были как бы здесь. А, вот, я еще, ребята, сердечко рисовал, это как бы то, что мы собираем, и рисовал как бы врагов, там, ребята, просто КВМ. Двигаемся дальше. Это платформер, где я вообще ничего не рисовал, потому что я просто выбрал режим, чтобы игра создала игру сама, и как бы все создалось самой, я даже ничего не рисовал. Ну что, двигаемся дальше, и третий, ребята, платформер, который я практически сам создал, а точнее это не платформер, а гоночки. Нажимаем на бой, и давайте, ребята, играть. Смотрите, здесь я все рисовал, и траву, и дорогу, и машинку, и этих врагов. Вот, ребята, посмотрите, как это все выглядит. Это очень трудно играть в это, но это капец. И все, это я, ребята, первую игру создавал, просто-напросто проверить, как это все происходит, и просто рисовал что да как. Ну а теперь давайте, ребята, создавать игру вместе с вами, нажимаем сюда, вот, и выбираем как бы жанр, что вы хотите, в принципе, и создать. Вот, а арена это как бы чисто мультиплеер. Давайте, ребята, знаете что? Создадим, например, тот же самый платформер. Так, выбираем этот вот платформер, или что? Вот, ребята, платформер, здесь мы выбираем это. Это я, ребята, не знаю, если вот эта вот галочка здесь оставит, то это как бы вы игру создаете сами. Если здесь, то как бы все создается само. Я, ребята, точно не знаю, но давайте вот так вот сделаем, я, в принципе, всегда так делаю. Графика, ребята, будет HD, нажимаем на старт, и давайте, ребята, сейчас по порядку мы будем рисовать с вами игру. Ну что, первый это как бы фон, и давайте нарисуем фон. Например, будет фон у нас черный, почему бы и нет, и как бы надпись КВМ, почему бы и нет. Я думаю, так будет очень круто. Ой, ё-моё, что-то не видно ничего. Так, я, ребята, не тот цвет выбрал, во, теперь все видно. К-В-М. Все, ребята, как бы фон готов, нажимаем на галочку и двигаемся дальше. Дальше, ребята, мы рисуем с вами уже персонажа. Так, а персонаж у нас будет, я даже не знаю какой, но давайте сейчас кого-нибудь нарисуем по-любому. Так, 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 ушко, чебурашка какая-то. Вот, вот, вот. Господи, кто это? Я, ребята, не знаю вообще, кто это, кого я вообще сейчас нарисовал, но думаю, будет прикольно. Так, о, ё-моё, ладненько, ребята, пойдёт. Вот, двигаем, о, нет, не-не-не-не, он, получается, весь чёрный будет и как бы его не видно будет. Поэтому, ребята, делаем следующее, смотрите. Сейчас, сейчас, у меня есть кое-какая идейка. Я сейчас понял, что я сейчас сделаю. Вот так, вот так вот. И потом, знаете, это я просто сейчас залью каким-нибудь цветом, например, зелёный. Вот так, вот так, вот так, вот так. Это будет у меня, ребята, бабочка, да. Капец. А кирпичики, ребята, мы, в принципе, оставим. Здесь вы также можете добавлять это, например, как бы бонус. Что вы будете собирать в этой игре. Пусть это будет просто круг, и в круге ещё круг, ещё круг. И зальём, например, это чёрным цветом. Сейчас покажу. Вот так вот, вот так вот переключаемся. Так вот. В этой, ребята, игре вы сможете почувствовать себя немножечко, в принципе, дизайнером, создателем игр. Это прикольненько. И здесь мы как бы создаём, тоже что-то создаём. Будет круг, круг и точка. Да, вот я, капец, создатель. Да, ребята. Здесь мы называем свою игру. Как она будет, ребята, называться? Будет она называться просто ПВ, типа ПВ, платформер. И здесь, ребята, мы пишем как бы описание этой игры. Я ничего, ребята, писать не буду. Просто буквы поставлю. Нажимаем сохранить. И, ребята, нажимаем на кнопочку play. Ё-моё, мне уж... Мне аж страшно играть в эту игру. Что я вообще здесь сделал? Господи, чё за персонаж? Чё за фон? Офигеть. Ну что, ребята, двигаемся дальше. Ой, ё-моё. Это же как бы противники. Но просто они, ребята, чёрным цветом. Я их не увидел. Так, давайте не будем бежать слишком быстро. Потихонечку, потихонечку. Здесь вот они, вот они. Прыгаем и их, ребята, мы их... Да блин. Ай-яй-яй. Так, ребята, делаем следующее. Изменяем игру и давайте поставим этих врагов чуть-чуть посветлее, чтобы я их видел. Потому что я их, ребята, не вижу. Так, давайте зальём вот так вот. Нажимаем сюда вот и нажимаем play. Всё, теперь давайте посмотрим, как это всё выглядит. Так, так, так. Вот, ребята, вот так вот запрыгиваем и мы их как бы убиваем. Так, это мы собираем. Сейчас, ребята, эта игра очень сильно похожа на Марио. Так что вы ещё можете создать, как бы, свою игрушку в стиле Марио без проблем, без каких-либо навыков программирования. Потому что это всё очень легко. И ссылочка, ребята, конечно, будет в описании. Также, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok